Приглашаю на канал, нет поздравлений. Пусть в новом году будет спокойствие, только спокойствие. Счастье, здоровье, радость и бабло. Ссылка в описании. У тебя там с ней что-нибудь было? Да. И как? Всё, что у нас с ней было, выпили и разошлись по домам. Люблю-ку. Кедуха и Мартлёна отправили свои имена на тесно совместимость. Им пришёл отрицательный ответ. И они решили разводиться. Хотя им отговаривали и дети, и внуки, и правнуки. Люблю-ку. Мартлёна, скоро мы будем жить в другой квартире, как ты хотела. Кедуха, ты что, купил дом на Рублёвке? Нет, мы остаёмся в Берлёве, но нам повысили квартлату. Когда я был юн, я считал, что есть два типа мужиков. Один мужница не сырая на девятый этаж. Второй может заплатить другому человеку, чтобы он занёс это. Оказывается, сейчас я понял, что существует третий тип, который не может ни этого, ни того. Это я. Доктор, помогите! У меня перед глазами зелёные круги. А вы какой цвет предпочитаете? Военкомат! Живём у окулиста. Врач говорит. По трое заходи. Так, первый. Верхнюю строчку видишь? Вижу. А нижнюю строчку видишь? Вижу. Молодец, в разведку. Так, второй. Верхнюю строчку видишь? Да, вроде, вижу. А нижнюю? Да, не вижу. И штаб. Так, третий. Верхнюю строчку видишь? Нет, не вижу. Хитрый. В разведку. Марьяна, дай ножницы на полчаса. Петлюха, у вас что, своих нету? Есть, но жена не разрешает резать им проволоку. Олимпчако. Экономический бус. Слышится голос студента. Паскажите, а вы именинникам скидку не делаете? Преподаватель говорит на полном серьёзе. Конечно, могу скинуть пару баллов. Ты же обещал, больше ни капли. Так я и не капаю, я наливаю. Жена подала на развод, когда узнала, что муж купил каких-то два алмазных тип диска на какой-то бугарке. Ума не приложу, как объяснить мужу, где я провела эту ночь. А ты не объясняй, пусть сам голову ломает. Чего? Хватит с меня этой любви на расстояние. Холодильник, ты приезжаешь ко мне в комнату. Олимпчако. Блин, холодно. Шлисы, что ли, целые надеть? А ты надень двое рваных. Главное, чтобы тырки не совпадали. Олимпчако. Руководство собирает подчинённых. У нас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Подчинённые говорят. Давайте, начинайте с хорошей. Мы завтра не работаем, подчинённые спрашивают. А какая плохая? А вы работаете? Вы почему не бритый? Бороду отращиваю. Бороду отращиваете дома, а на работу, чтобы приходили бритым. Изупредите, пожалуйста, холодильник, который пишет, когда мне хватит жрать. А не, когда он открыт больше минуты. Олимпчако. Сервис Яндекс.Бабушка привезёт не только заказанную вами еду, но ещё от себя добавит 2-3 блюда. Специально обученный сотрудник послевит, чтобы вы всё съели. Это ж надо было вчера так нажраться, что пол-литра минералки впиталось в язык, даже не достигнув до горла. В ресторане сидят англичанин, француз и русский. Всем подали чай. Англичанин случайно ударил ножкой в стакан и прозвучал дзинь. Англичанин говорит, извините. Француз тоже прозвучал дзинь. Говорит, извините. Русский говорит, тысячу извинений. Дзинь, 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 дзинь. Колбай в суде судят за избиение жены и тёжки. Приговор. Штраф. Тысяча семь долларов за избиение жены и тёжки. Ковбой спрашивает, а почему именно тысяча семь долларов? Ему говорят, тысяча долларов по статье 123 за руку Приклассова. Семь долларов, если дарився развлечения. Олимпчако. Уходник на уток после усечки расстраивается. Уходнику на медведей после усечки расстраиваться некогда. Если вы перейдёте по ссылке в описании этого видеоролика, вы можете послушать в непрерывном режиме все анекдоты. А если вы слушаете это в социальных сетях, вам сначала надо будет кликать на значок Ютуба на экране, который появляется при наведении курсора.